Цифровая экономика и дополнена прикладными проектами в сфере энергетики, образования и здравоохранения, а затем переформатирована в национальную. На первом этапе в конце июня будут предложены и обозначены ее основные параметры. Южноафриканский резервный банк опубликовал отчет о реальном испытании системы плачежей, основанной на технологии блокчейн. Исследование длилось около четырех месяцев. Платформа была развернута в реалистичной тестовой среде, в которой блокчейн смог обрабатывать весь стандартный ежедневный объем банковских транзакций. Это около 70 тысяч операций примерно за 75 минут. В среднем транзакция обрабатывалась в течение двух секунд, при этом имея полную конфиденциальность. В тесте принимали участие крупнейшие банки Южноафриканской республики. Несмотря на успех исследования, в Центробанке уточнили, что приступать к полномасштабному запуску системы пока рано. Индия и Россия согласовывают планы по созданию транспортного коридора, который свяжет страны напрямую, заявил министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху. Сейчас доставка грузов осуществляется через Китай или Европу. Новый путь от Санкт-Петербурга до Мумбаи протяженностью более 7 тысяч километров пройдет через Каспий и Иран. Он позволит сократить время перевозки грузов на 30-40% и, соответственно, значительно снизить транспортные расходы. Объем перевозок по перспективному маршруту оценивается в 5 миллионов тонн по обоим направлениям в ближайшей перспективе и до 10 миллионов тонн в долгосрочной. Фермеры Бразилии переходят на использование передовых методов органического земледелия. В 2017 году производство зерновых в Бразилии выросло до 230 миллионов тонн. Такой масштаб сельскохозяйственной деятельности требует увеличения объемов вносимых азотных удобрений. Вместо использования химикатов аграрии сначала выращивают бобы. Эти культуры имеют специальное образование в корневой системе, позволяющие извлекать содержащиеся в воздухе азоты, насыщать им почву. После чего выращивать другие культуры, например, зерновые. Такой подход активно приветствуется правительством Бразилии. Китайский робот Бэт Дог, увеличенный в размерах электронный питомец Томагочи, должен будет спасти 140 миллионов людей в одном только Китае от одиночества. Устройство может практически все, что делает обычная собака – лаять, проситься на прогулку или намекать на прием пищи. Впрочем, этим функционал робопса не ограничивается. Электронный питомец сможет вызвать скорую, если владельцу станет плохо. Однако, если дроид почувствует, что отношения владельца и устройства уже не те, он может принять ответные меры. Светодиодные глаза робота будут светиться красным, намекая владельцу на раздражение, а если этого покажется мало, то устройство начнет бить владельца небольшими электрическими разрядами, которые быстро приведут нерадивого собаковода в чувство.